Доброе утро! Сегодня понедельник, 26 июня. Служба информации канала УТС начинает свою работу в студии Ксения Петренко. Сегодня в выпуске об оформлении биометрических загранпаспортов, аресте за нецензурную брань и викторине об истории города. Россиянам разрешат оформлять биометрические загранпаспорта через многофункциональные центры. Парламент в третьем чтении принял соответствующий документ. Новый закон вносит изменения в российское законодательство в связи с упразднением Федеральной миграционной службы и передачей ей функции полномочиям в МВД России. Отмечу, что паспорта будут оформлять именно в МВД, но получить его можно будет в МФЦ, где граждане оставляют заявление о выдаче. Добавлю, биометрический паспорт действует 10 лет. За нецензурную брань в семье могут арестовать на 15 суток. Такой законопроект внесен в Государственную Думу. Его авторы – депутаты от трех фракций – единороссов, коммунистов и ЛДПР. Кроме ареста, за семейную склоку могут оштрафовать на 5000 рублей. Сейчас тех, кто не следит за языком, наказывают только за брань в общественных местах. Представители ЛДПР предлагают распространить наказание и на внутрисемейные отношения. Правда, у критиков закона есть возражения. Чаще всего полиция приезжает на скандалы после звонков соседей. И доказать, что отец или мать кричат на детей с использованием ненормативной лексики, довольно сложно. В Тагучинском районе в новом учебном году школьников будут возить в новых автобусах. Три пазика доставили в районы из областного центра по губернаторской программе. Подробности в сюжете моих коллег. Это как вот этот фильм. Место встречи изменить нельзя. Вот он походил, в юблок ездит. Это прекрасный автобус. Для детей. Дети счастливы. Мы тоже. Не успел дядя Витя еще сам привыкнуть к новому автобусу, как прибежали главные эксперты. Вау! Красиво! Красиво! Что, лучше старого автобуса? Да! Да, что прикольно. С первого взгляда ребятишки оценили все преимущества нового автобуса. Мягкие сидения, новые ремни безопасности и кнопки вызова. А это, наверное, для вещей каких-то. Это для огнетушителей. Для портфелей, рюкзаков. Да, да, да. Чтобы удобнее было. Чтобы поставил, поехал, а потом на коленки не ставить. Новый автобус получили взамен старого по губернаторской программе. Автобус соответствует всем современным стандартам. В салоне установлены трепечки, что очень важно в зимнее время. Ребятишки уже не замерзнут. Также он оснащен тахографом и системой ГЛОНАСС. Сейчас автобус проходит необходимые процедуры для постановки на учет. На сегодняшний день, безусловно, вопросы безопасной перевозки детей наиболее важные. И отрадно, что такое внимание наше правительство уделяет этому вопросу. Десять лет отъездил наш автобус. На подвозе у нас 80 ребятишек из соседнего поселка. И очень радостное событие, что с 1 сентября наши дети поедут в школу на новом автобусе. В этом году в Тогучинском районе парк школьных автобусов обновится на пять машин. Первые три уже на месте. Ирина Тоскаева, Михаил Кауров, Новости ОТС. Праздник отметили, но мероприятия продолжаются. В честь 124-летия Новосибирска горожанам предлагают принять участие в викторине об истории родного города. До 3 июля на муниципальном портале Новосибирска нужно ответить на 8 вопросов. Каждый касается развития мегаполиса. За 100 с лишним лет, короткий период по меркам российских миллионников, крохотный прибрежный поселок превратился в третий по величине город страны. В его летописи немало славных и интересных страниц, которые на слуху. Однако есть и те, что известны немногим. Как мог называться Новосибирск, какими могли быть мосты через Обь и оперный театр, и какие тайны скрывает Обское море. Итоги викторины подведут в первой декаде июля. Футбольная Сибирь сегодня проведет первый контрольный матч при подготовке к новому сезону первенства Футбольной национальной лиги. Орлы принимают своего принципиального соперника Томскую Тонь, который прошлый сезон провела в премьер-лиге и, заняв последнее место, вылетела. Футболисты Сибири начали первый учебно-тренировочный сбор 14 июня на базе Олимпийская в Новосибирске. Как заявлял тренерский штаб, первая неделя тренировок была посвящена просмотру молодежи. Однако пока ни с кем из молодых футболистов Сибирь контрактов не заключила. Зато в команду вернулись сразу несколько экс-орлов. Это полузащитник Александр Дегтярев, запомнившийся болельщиком как автор гола в ворота голландского ПСВ, лучший форвард Сибири позапрошлого сезона Максим Житнев и защитник Алексей Аравин, с которым новосибирцы в 2009 году вышли в премьер-лигу. Также Сибирь подписала контракт с центральным защитником Ярославского шинника Валерием Схавребовым. Контрольный матч против Томи новосибирца начнут в 17.00. Ответный матч в Томске пройдет 1 июля. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Желаю вам удачного рабочего дня. Доброе утро. Прослужба информации канала ОТС продолжается в работе в студии Ксения Петренко. Прямо сейчас расскажем о уроках по бюджетной грамотности, открытии сезона охоты и новом благотипе хоккейного клуба «Сибирь». Государственная дума приняла в первом чтении законопроект партии «Справедливая Россия», который запрещает выселять из квартир специализированного фонда семьи с детьми-инвалидами. До сих пор такая норма действовала только для четырех категорий граждан. Это родственники погибших силовиков, пенсионеры и те, кто получил инвалидность на рабочем месте. В случае большой задолженности по ЖКХ их могут выселить только с предоставлением другой жилплощади. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили дополнить этот список и внести в него семьи с детьми-инвалидами. Законопроект поддержали в Совете при Президенте по развитию гражданского общества. У Верховного суда тоже не возникло вопросов. Старшеклассников и их родители будут учить разбираться в бюджетах всех уровней – от федерального до муниципального. В новом учебном году в школах по всей стране начнут преподавать бюджетную грамотность. Каждое образовательное учреждение само решит, нужно ли это ученикам и в какой форме организовать курс. А федеральные ведомства со своей стороны внесут необходимые изменения в законодательство, чтобы такая возможность была у всех школ. Высока вероятность, что программу в сжатом виде смогут внедрить и в средних специальных учебных заведениях. Добавлю, что в России только что завершился эксперимент по внедрению курса, в котором приняли участие пилотные регионы – Алтайский, Пермский край и Башкирия. Программа рассчитана на 36 часов в базовом или углубленном варианте. Комплекс материалов подготовили с участием Минфина. Это пособие, рабочая тетрадь для школьников, методическое пособие для учителей и обычное для родителей. Интересно, что усваивать учащихся по итогам пилотного программы оказалось довольно высокой. Из 26 максимально возможных баллов школьники Башкирии, например, набрали 23 балла. Чиновники считают, что чем больше школьники будут знать о местных и госбюджетах, тем проще им будет ответить на вопросы «за что я плачу» и «что за это получаю». В Новосибирской области с 1 июля открывается летний сезон охоты. Департамент по охране животного мира принимает заявки на выдачу разрешений. По окончанию сезона каждый охотник в течение 20 дней должен вернуть эти документы обратно. К сожалению, соблюдают это требование только половина охотников. Мы требуем в обязательном порядке сдавать эти разрешения. Не просто сдавать, некоторые сдают не отмечая, просто чистое разрешение сдал и все. Для нас это плохо, скажем так, потому что затем мы проводим эти расчеты. Расчеты по каждому виду абсолютно. Не только по птице, но и по косуле, лось, все остальные виды. И затем уже рассчитывается продуктивность охотничьих угодий на территории Новосибирской области. Соблюдение правил охоты нарушителей наказывают или лишают права охоты. В прошлом году общая сумма штрафов составила 3 миллиона. А с начала 2017 года уже возбуждено 67 уголовных дел. В Новосибирской области около 100 тысяч охотников. Летний сезон продлится до конца лета. Новосибирск – город безграничных возможностей. В сентябре одноименный общегородской форум стартует. Ему предшествует множество мероприятий, направленных на улучшение качества жизни инвалидов. Это и образование для доступной среды, культуры, спорт, технологии и предпринимательства. Специальные практики. Эксперты форума обсудят защиту прав потребителей, маломобильных граждан, городскую экосистему, социального предпринимательства и многое другое. Также в списке главных мероприятий выставка новейших средств реабилитации. Форсай для студентов «Я – социальный предприниматель». Конференция по универсальному дизайну в городской среде Новосибирска. Открытый микрофон и конкурс молодежных проектов «Мой доступный город». Хоккейная Сибирь не только активно ведет в трансферную политику, но и немалую роль уделяет имиджу. В будущем сезоне болельщики увидят команду в новом воплощении. Клуб уже представил новый логотип. Теперь помимо снежинки добавились размашистые буквы 55. Это число символизирует возраст клуба, который был основан в 1962 году на базе двух команд «Динамо», чья история начинается в конце 1940-х годов, и химики. Небольшое обновление коснется и дизайна формы, и ее клуб презентуют перед началом сезона. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Желаю удачного рабочего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Доброе утро. Служба информации и канал УТС продолжает свою работу в студии Ксения Петренко. Сегодня расскажем об элементном фонде, новом маршруте до села Марусино и летних курсах по робототехнике. В России предлагают создать элементный фонд. В Комитете Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей считают, что эта инициатива имеет все шансы стать полноценным законом и эффективно взыскивать деньги с должников. Не секрет, что элементы – это один из источников доходов для семьи, которая стала неполной. Согласно официальным данным, в прошлом году в нашей стране было 10 миллионов детей, которые жили в семьях с одним родителем. Около 2 миллионов несовершеннолетних не получают положенные им по закону деньги. Новый автобусный маршрут пустят из столицы региона в Новосибирский район до села Марусино. Такая необходимость возникла в связи с активным заселением территории Криводановского сельсовета и переездом граждан на постоянное место жительства в дачные общества, сообщили в Минтрансе региона. Так, уже с 1 июля открывается движение по новому маршруту номер 314 – вокзал Новосибирск-Главный, усадьба Марина. Кроме того, жители всей территории села смогут добираться до правого берега Новосибирска и обратно без пересадок, чего не было ранее. По маршруту будут курсировать 6 автобусов малого класса с интервалом движения 17-20 минут. И отдохнуть, и получить новые знания. Технопарк Новосибирска приглашает школьников провести каникулы с умом, принять участие в летних курсах по робототехнике. Для учащихся с 7-11 классов организованы три смены школы конструкторов роботов. С 26 июня по 8 июля, затем с 17 по 29 июля и в августе. Каждая смена рассчитана на разные уровни подготовки для начинающих пользователей, продолжающих и продвинутых. За две недели работы юные инженеры смогут прокачать навыки программирования, попробовать свои силы в прототипировании и конструировании, смогут освоить настоящие высокоточные станки и поработать с 3D-принтерами. Коттеджи для молодых инноваторов. В Академгородке полным ходом идет строительство квартир для резидентов технопарка. По плану заселить в августе должны 9 домов. Все подробности далее в сюжете. Дома с панорамными окнами, чистый воздух и гармония с природой. В поселке Академпарка спокойная и тихая атмосфера, за исключением звуков строительной техники. Работы идут полным ходом, задач у подрядчика много. До конца года вести 8 многоквартирных домов. Уже в августе сдать 9 коттеджей и решить текущие проблемы. Болезненная тема, вы знаете, да. Были сорваны сроки передачи готового жилья целому ряду дольщиков. Поэтому, естественно, наше решение сконцентрировать и наши финансовые возможности, и организационные возможности на тем, чтобы как можно скорее закрыть эту задачу. Теперь обещают работать на опережение. В следующем месяце сдают 12 трехкомнатных квартир. Работают над инфраструктурой. Сейчас строят детский сад. В планах поликлиника. Параллельно заботятся и о благоустройстве. К осени оборудуют игровые площадки для детей. Установят вышку мобильной связи. Пока ловят здесь не все операторы. В коттеджном поселке создают атмосферу научного и культурного центра. И даже главная улица носит имя гения возрождения Леонардо да Винчи. Кстати, заасфальтируют ее полностью уже в конце этого месяца. Научное сообщество Академпарка растет. Появляются новые инноваторы. Им нужны комфортные условия как для работы, так и для жизни. Новый поселок – как раз такое место. Интересует загородное жилье не только резидентов технопарка. Из 120 квартир на главном бульваре свободны только 5. Здесь достаточно демократичная цена относительно Академгородка Кольцова. Во-вторых, здесь действительно очень красиво и живут интересные достаточно люди. Квартиры элитного типа. Сметная стоимость одного дома – почти 23 миллиона рублей. Финансирование поселка обеспечивают дольщики и оборотные средства технопарка. Руководители уверены, ситуация со срывом сроков не повторится. Планируют открыть кредитную линию, чтобы не допустить остановки строительства. Екатерина Киселева, Евгений Агеев, Новости ОТС. На этом пока все. Я прощаюсь с вами до следующих выпусков новостей. Желаю вам удачного рабочего дня. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры предоставил DimaTorzok Доброе утро. Служба информации и канал ОТС продолжает свою работу в студии Ксения Петренко. О наказании за нецензурную брань, росте зарплат в регионе и штрафах за некачественный бензин расскажем прямо сейчас. За нецензурную брань в семье могут арестовать на 15 суток. Такой законопроект внесен в Государственную Думу. Его авторы – депутаты от трех фракций – единорусов, коммунистов и ЛДПР. Кроме ареста за семейную склоку могут расшифровать на 5000 рублей. Сейчас тех, кто не следит за языком, наказывают только за брань в общественных местах. Представители ЛДПР предлагают распространить наказание и на внутрисемейные отношения. Правда, у критиков закона есть возражения. Чаще всего полиция приезжает на скандалы после звонков соседей. И доказать, что отец или мать кричат на детей с использованием ненормативной лексики довольно сложно. Зарплаты новосибирцев растут. За 10 лет ежемесячные выплаты выросли в 2,5 раза, сообщили в Новосибирскстате. В этом году средняя зарплата в регионе достигла 32,5 тысячи рублей в месяц. По сравнению с прошлым годом рост составил 2 с лишним тысячи. Для сравнения, в 2007-м люди получали примерно 12 тысяч рублей, а в 2012-м на 10 тысяч больше. Штраф за плохой бензин увеличат. Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях. Предлагают наказывать рублем всех лиц, которые допустили нарушение требования техрегламента Таможенного союза к топливу и мазуту. Касается это, как правило, производителей, так и продавцов. Так, если были выявлены нарушения по маркировке продукции, то индивидуальных предпринимателей и юридических лиц соштрафуют на 300 тысяч рублей. Если же проблема именно в качестве топлива, то вводятся так называемые оборотные штрафы в 1% совокупной выручки, полученной от продажи, но не менее 500 тысяч рублей. Если нарушение будет зафиксировано повторно, придется заплатить 2 миллиона рублей, либо приостановят деятельность заправки на срок до 90 суток. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект партии «Справедливая Россия», который запрещает выселять из квартир специализированного фонда семьи с детьми-инвалидами. До сих пор такая норма действовала только для четырех категорий граждан. Это родственники погибших силовиков, пенсионеры и те, кто получил инвалидность на рабочем месте. В случае большой задолженности по ЖКХ их могут выселить только с предоставлением другой жилплощади. Депутаты от фракции «Справедливая Россия» предложили дополнить этот список и внести в него семьи с детьми-инвалидами. Законопроект преддержали в Совете при Президенте по развитию гражданского общества. У Верховного суда тоже не возникло вопросов. Лейкоз – вирусное заболевание крупного рогатого скота и одна из главных проблем в животноводстве. О том, как в Качковском районе борются с распространением вируса Яна Рагуля. На этой ферме содержат животных, положительно реагирующих на вирус. Чтобы избежать распространения лейкоза, их собрали в отдельное стадо. Телята от лейкозных коров рождаются здоровыми. Заразиться вирусом они могут только с первым молоком матери. Через четыре месяца кровь животных будет исследована. И если выяснится, что теленок больной, его оставят здесь. Здоровое животное переведут на другое отделение. Борьба с лейкозом стала главной темой совещаний животноводов района. С 2018 года ужесточают требования к молочной продукции. Те хозяйства, которые не будут участвовать в программе по оздоровлению, это хозяйство могут попасть в очень трудное финансовое положение. То есть молочная продукция будет просто браковаться и браться по бросовым ценам. Лейкоз прежде всего опасен для самого животного. Болезнь имеет три стадии развития. Последняя может вызывать изменения в органах. Для человека вирус не опасен. Потребление сырого молока, конечно, нежелательно. Лучше всегда прокипятить, потому что возможно развитие других заболеваний. Животноводы пришли к выводу, что одним из главных условий, которое позволит избежать распространения вируса в стадии, это искусственное осеменение. Во многих хозяйствах уже перешли на такой способ оплодотворения. Яна Рагуля, Артем Медведев, Новости ОТС. К этому часу это все новости. Я прощаюсь с вами и желаю вам удачного начала рабочей недели. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова